Заседание Совета по правам человека начинается не с традиционного приветствия, а с внезапного приглашения. Вениамин Кондратьев вызывает на совещание своих заместителей. Изначально регламент не предполагал присутствие всех вице-губернаторов. Но иначе сложно представить эффективный диалог с общественниками, которые сюда пришли от лица жителей всей Кубани. Вы индикатор жизни в обществе. Вы индикатор жизни людей. И я тогда должен посмотреть, какого цвета это лакомство в своей бумажках. Реально зеленого, либо желтого, либо уже красный, либо она уже темно-красная, что уже проблема перезрета. Вот что мне важно. Поэтому я и просил сделать совет таким, чтобы он был реальным, реальным, реальный, активный, неугомонный, настроенный на результат людей. Не на действие, не на изображение результата, а на результат. Да, чтобы я чувствовал температуру, которую вы передаете в обществе. Но не просто послушать, поблагодарить и уйти. Вот это мне меньше всего нужно. Мне нужен конкретный диалог с конкретными вопросами и ответами. Я хочу посмотреть, как мои коллеги отвечают на эти вопросы. И вы все в курсе ли они этих вопросов, о которых вы говорите. Я хотел, чтобы каждый, кто хотел, не по регламенту высказались, а по жизни высказались. Свой независимый гражданский взор представители общественных организаций особенно направляют на сельскую местность. Порой достучаться до чиновников в станицах людям сложнее, чем в крупных городах. И здесь активисты становятся незаменимыми помощниками. Председатель Краевого совета по правам человека Андрей Зайцев рассказал, что общественные муниципальные палаты созданы в 43 городах и районах края. У нас было 3-5 выездов, 8 выездов в этом году, выездные заседания, приемы граждан, 8 зональных круглых столов. В муниципалитетах есть люди, которые реально понимают, что надо гражданское общество поднимать на ноги. Это их помощники. Оказать правовую поддержку, помочь нуждающимся получить лекарства и разобраться с тарифами ЖКХ лишь одни из направлений деятельности Совета по правам человека. Кстати, коммунальная тема не раз сегодня поднималась на встречу. У жителей края до сих пор остаются вопросы, как формируются отдельные тарифы в квитанциях. У общественников уже накопилась масса конкретных примеров, когда суммы в платежках были необоснованно завышены. Вениамин Кондратьев поручил создать рабочую группу за контролем по ценообразованию на услуги ЖКХ. Мы просим, чтобы нам предоставили полностью всю смету, что входит в этот тариф. Даже при низкой температуре подачи, или давлении, или теплоносителя, мы... Стоимость тарифа растет. Растет бешено. Но ни жилищная инспекция, ни министерство ЖКХ, ни департамент цены тарифов не могут наказать. Если на самом деле просто берут и пишут квитанцию, только потому, что каждый не хочет оботрудиться, а каждый хочет все заработать, еще заработать сегодня просто на хлеб с маслом, еще сверху чем-нибудь, ну так же ж не бывает. Мы привыкли сегодня кивать на износ сетей. Ну все привыкли. Да допустим, на самом деле покажут, где этот износ. Ну где он? И в чем понятно, он есть. Безусловно, и он не маленький, я согласен. Но конкретно можно конкретно показать в каждом конкретном случае. И будет ясно тогда, сколько на самом деле потребитель платит за свет, за воду, за газ конкретно. Потому что конкретно вопросы конкретные, а ответы размытые. Вот что сегодня происходит. Советы правам человека при губернаторе входят больше 30 представителей ведущих общественных организаций Кубани. Такая площадка помогает настроить прямой контакт с властью. В следующем году гражданские активисты подключатся к контролю за реализацией национальных проектов. А также помогут следить за прозрачностью госзакупок. Кроме того, глава региона предложил членам совета при необходимости присутствовать на ежемесячных общекраевых планерках. Откровенный разговор продолжался более трех часов. Но и этого времени, чтобы охватить все острые вопросы, недостаточно. Мы должны встречаться не раз в год, чтобы мы сверяли часы, чувствовали, понимали, быстро доносили проблему. Ведь очень важно, чтобы люди до вас доносили проблему. И чувствовали в вас ту поддержку, которая им нужна. А это когда почувствуют, когда иметь результат, в том числе обращение к вам. И это мне очень важно. А вы быстро-быстро в открытую дверь во власть тоже должны эту проблему не то что донести, а быстро с алгоритмом решения или вместе обернули ее в решение и сняли эту повестку в целом как проблемную. Губернатор обратился к присутствующему. Участие совета необходимо во всех сферах жизни края. Власть на местах должна быть открыта к диалогу с общественниками. Ведь их предложение и где-то даже критика нацелены на развитие всей Кубани.